В Донбассе силы самопоразглашённой Донецкой Республики завершили второй этап отвода техники от линии разграничения. В тыл перебросили артиллерийские орудия калибром меньше 100 мм. Всё под контролем наблюдателей ОБСЕ. Ополченцы, как было сегодня заявлено, исполняют условия минского плана досрочно. С места событий репортаж Павла Краснова. Во главе с грузовиком военной автоинспекции из ворот выезжает колонна Уралов, тянущих за собой трёхтонные пушки. Переброска вооружений в глубокий тыл. Эта база и без того находилась вдалеке от передовой. Расстояние тут не меньше 10 км. Но соглашение об отводе обязывает убрать технику ещё дальше. От линии фронта эти орудия отвели ещё в феврале, в соответствии с минскими договорённостями о перемирии. Теперь это делают второй раз после этого марша. От линии соприкосновения сторон артиллеристов будут отделять три десятка километров. Это вдвое больше, чем нужно по договору, но для ополченцев это уже не первый жест доброй воли. Технику здесь отводили и в одностороннем порядке. И сейчас это делают быстрее, чем Киев. И закончить планируют за несколько дней до назначенного срока. Всё это должно будет закончиться до 10 ноября. Хотя по Минску это было расписано по времени намного дольше. Просто очередной раз показываем о том, что мы заинтересованы о том, что у нас здесь наступил мир. Военную колонну в дороге сопровождают белые машины миссии ОБСЕ. В конечной точке маршрута это база хранения по Дыловайскому. Наблюдатели вместе с офицерами совместного центра по контролю за прекращением огня должны удостовериться. Всё оружие отведено по плану. Военные заранее передали им каталог перемещаемой техники, включая заводские номера. С сегодняшнего дня, после того, как миссия ОБСЕ проведёт верификацию данного вооружения, мы можем считать, что все артиллерийские системы менее 100 мм в Донецкой Народной Республике отведены. Отведённая артиллерия это 15 противотанковых орудий РАПИРа. Калибр пушек 100 мм, и хотя на вооружение эти системы были приняты ещё 45 лет назад, они и сегодня остаются грозным оружием, способным уничтожать танки, самоходные артустановки и инженерные укрепления. Вся эта техника, всё это вооружение предоставляет Украина. Вся эта техника была завоёвана в бою, восстановлена нашими умельцами на заводах. Соответственно, видите, в каком она сейчас состоянии. До ворот ангара пушки тянут на буксире, но дальше всё делать можно только вручную. Закатывать внутрь тяжёлые орудия приходится всем отделениям. В ангаре уже стоит техника, отведённая раньше, законсервированная для длительного хранения. Теперь и новая занимает своё место. На следующей неделе ополченцы должны приступить к финальному этапу переброски миномётов от линии соприкосновения, после чего отвод вооружений в Донбассе завершится. Павел Краснов, Игорь Крецков и Дмитрий Зельвянский. Первый канал. Донбасс.